Пруд сухой может оправдать свое название. За несколько дней водоем уменьшился на треть. Местные жители рассказывают, когда около пруда начались строительные работы, сначала подумали, что площадку приводят в порядок. Но вскоре стало ясно – пруд засыпают землей. Но так как люди начали работать в темноте, мы, например, не поняли, куда КАМАЗы приходят или уходят с грунтом. Спросив рабочих, что тут происходит, они сказали, что засыпается полностью пруд. Кто делает, что делает, документов никто ничто не предоставил. Жители вызвали полицию, работы прекратились, но на следующий день начались вновь. Люди обратились в городскую администрацию. Сотрудники Департамента благоустройства и экологии по поручению главы Самары Олега Фурсова провели проверку. Выявили административные нарушения по нескольким статьям. На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении. Штрафные санкции здесь должностные лица от 10 до 30 тысяч рублей. Ему лицо от 100 до 250 тысяч рублей. По истечению и проведению дела об административном правонарушении, я думаю, у нас будет виновное лицо, которое будет привлечено к административной ответственности. Сейчас вокруг пруда все работы прекратились. Выясняется, кому принадлежит данный участок земли и что на нем можно делать по закону. Пруд сухой рукотворный водоем появился здесь еще до революции. Своё противоречивое название получил за способность пересыхать в жару и затем восстанавливаться. Местные жители настаивают, что водоем необходимо сохранить. Обещают очистить пруд от мусора, привести в порядок территорию. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.